ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ Вы уже были у нас, кстати, в эфирах неоднократно, просто в рамках других программ. Номер для смс-сообщений плюс семь девять два семь триста четыре десять пятьдесят один. Как всегда, в прямых эфирах можно задавать свои вопросы. Я думаю, что начнем мы с обсуждения вот этих уголовных дел вокруг администрации города. Их очень много в последнее время. Например, стали известны подробности задержания вице-мэра УФы Ильдара Хасанова. Мы с вашим коллегой Виталием Буркиным как раз разбирали. И тогда еще не было известно, что, например, Ильдар Хасанов признался, оказывается, в совершенном преступлении. Но вот я знаю, что вы изучили по публикациям в средствах массовой информации это дело. Кажется ли вам что-то странным в поведении правоохранительных органов? Или, в принципе, вам все понятно в их действиях? Ну, во-первых, отметим, да, правоохранительные органы с начала года или нынешней весной небывалую активность у нас проявляют, интерес как к органам госвласти, так и к муниципальным органам. Вы это с чем связываете? Вот как раз-таки ни с чем не связываю. Я констатирую то есть свое наблюдение. Ну, некоторые говорят, вот новый руководитель следственного управления, приехавший из Кирова. Может быть, может быть. Что касается Ильдара Хасанова, опять-таки ориентируемся, значит, на ту информацию, которую нам дают средства массовой информации. Действительно, в частности, коммерсант сообщает, что он дал признательные показания. Ну, в то же время удивляет, почему тогда мера пресечения ему избрана в виде заключения под стражей. Ну, потому что обычно признательные показания, они используются, предложения дать признательные показания, весьма часто используются как гарантия того, что мера пресечения не будет как раз-таки связана с заключением под стражу. То есть в виде подписки о невыезде, домашний арест. Но тут же мы видим, что Хасанова все-таки под стражу заключили. Ну, насколько я понимаю, следствие мотивировало это тем, что, в общем, у него есть загранпаспорт, он может уехать, может давить на свидетелей. Ну, это такие довольно стандартные формулировки. Практически каждый следователь, когда ответствует об избранные меры пресечения в суде, озвучивает эти моменты. Это такой стандартный набор, что такое в самомписи загранпаспорт у нас у большинства населения страны загранпаспорта имеются. Это же не означает, что он однозначно в бега пустится, покинет пределы Родины и скроется. Да и не такой уж и масштаб того преступления, в совершении которого его сейчас подозревают. Ну, я так понимаю, это же все-таки мошенничество в особо крупном размере, правильно? Как пишет тот же коммерсант Башкортостан, покушение на мошенничество, да, что при получении денежных средств был задержан с поличным. Вот опять вот это с поличным тоже такая скользкая стезя, потому что весьма часто бывает так, что задержание с поличным на поверку оказывается банальной провокацией. То есть? Со стороны взятка дателя. Подстроить, устроить те обстоятельства, при которых лицо будет задержанное, ну, не так уж и сложно. Ну, смотрите, если говорится о том, что купюры были меченными, логично, что это был такой эксперимент. Понятно, понятно, но те же самые купюры можно было весьма спокойно и подбросить человеку, понимаете? Ага. Вот. И потом крайне сложно доказать, что это было подбросено. Вот, к сожалению, да, доказать это потом очень-очень сложно. Ну, сейчас я, разумеется, не утверждаю, что в данном случае так и было, но очень часто так оказывается. Поэтому нужно здесь во всем очень серьезно разбираться. Как раз задача следственных органов сейчас во всем этом разобраться и провести как положено следствие. А я, насколько понимаю, здесь дело было возбуждено по ходатайству следователя ОФСБ. Вот объясните вот эту структуру. Мы как-то привыкли, что обычно Следственный комитет дела возбуждает, а здесь отдел расследования ОФСБ. Нет, опять-таки, если по сообщениям СМИ, насколько я понимаю, взяткодатель условный, который выступил, обратился в какой орган я не заметил там, у ФСБ разве, с заявлением о том, что с него господин Хасанов вымогает 10% отката за получение благотворительной помощи. Ну, пишут просто в правоохранительные органы. Ну, в правоохранительные органы, да. Это у меня не владеет информацией о ФСБ или куда. Ну, ладно, не суть, важно. Хорошо. Ну, по крайней мере, ФСБ здесь точно принимали участие, потому что, собственно, они и проводили эти оперативные мероприятия. Получается, что Хасанов пробудет под арестом где-то 2 месяца. Что за это время должны правоохранительные органы сделать? Ну, сейчас работают следователи или следователи, будут собирать доказательства, проводить все необходимые следственные действия. Получается, просто заявления было достаточно для того, чтобы человека задержать? Нет, заявления было достаточно для проведения вот этого оперативного эксперимента в виде передачи денежных средств. А вот по опыту вашему работы в юриспруденции, вот самого факта задержания с поличным и сообщения человека, от которого якобы требовали взятку, этого как аргументов доказательства вины достаточно? Ну, разумеется, нет. Нужно что, какой-то мотив там доказать? Ну, виновность нужно будет сейчас в совокупности всех доказательств собирать, чтобы доказать виновность. Ведь потерпевший у нас взятка датель является теперь потерпевшим по делу. Он же с заявлением обратился, что с него эту сумму вымогают. Вот. А теперь нужно собирать все доказательства, которые будут подтверждать эту версию. Ну, вот, раз мы о коррупции заговорили, я хочу немножечко отвлечься, в принципе, от уголовных дел администрации. Мы к этому обязательно вернемся потом. Прошло заседание комиссии по противодействию коррупции накануне в Уфе. И на нем выступал Рустам Хамитов, глава республики. Во-первых, тут были озвучены цифры, сколько, собственно, преступлений произошло за прошлый год. Вот полиция выявила 112 преступлений коррупционной направленности. И при этом связанной с отчуждением земель коррупции, в коррупции было уличено 37 должностных лиц. И возбуждены дела в 17 районных республики. Вот это много? Ну, скажите, а там озвучены цифры, сколько из этих дел закончились обвинительными либо оправдательными приговорами, то есть судами были рассмотрены и доведены до конца? К дисциплинарной ответственности привлекли 33 должностных лица в госорганах республики и 108 в органах местного самоуправления. Это дисциплинарный? Да. В связи с утратой доверия уволен один сотрудник Министерства лесного хозяйства и пять муниципальных служащих. Ну, дисциплинарная ответственность, это говорит, что это не о преступлениях речь идет, а о правонарушениях. Поэтому это преступление назвать нельзя. Что касается в сфере, в земельной сфере... Да, вот, простите, что я вас перебила, просто уточнить хотела. И эксперты отмечают, что именно эта сфера самая коррумпированная оказывается. Почему так происходит? Ну, потому что это деньги. В этой сфере действительно очень большие деньги вращаются. Отсюда и такая пораженность коррупции. Больше, чем в других. Ну, относительно каких-то, да. Ну, вот давайте вернемся к уголовным делам в отношении администрации. Сегодня стало известно, что другого уже теперь вице-мэра допрашивает следствие. По крайней мере, они вызвали его на допрос. Он сослался на то, что болеет. Его уже вызывали, как пишут средства массовой информации. Он сослался на то, что болеет. Ну, на самом деле, я из нескольких источников слышала, что он действительно взял больничный. И, в общем, пока неизвестно, был ли он сегодня на допросе. Тем не менее, как пишет коммерсант, претензии у правоохранительных органов к Александру Филиппову касаются якобы неуплаты тем подоходного налога в размере почти 4 миллионов рублей. Во-первых, такой вопрос. Болезнь может явиться уважительной причиной для неявкин допроса? И что в таком случае делать с правоохранительным органом? Ну, если действительно человек болен, то, конечно же, это уважительная причина. Но, соответственно, как-то это должно быть подтверждено впоследствии. То есть, если это что-то резкое, наверное, как минимум хотя бы в скорую помощь обращение. Если это что-то вроде ОРВИ, вызов участкового врача, либо самостоятельное посещение поликлиники. То есть нужно открыть больничный, чтобы впоследствии доказать, что ты действительно был болен. Если же этого не доказать, то, конечно, это можно как уклонение расценивать. Ну, вы разбирались с этим делом, насколько я понимаю, по крайней мере, читали по этому поводу информацию. Так ли там все очевидно, как нам сообщают, например, коммерсант, да? Что, в общем-то, была совершена сделка по продаже уфимской компании Автореал. Александр Филиппов владел этой компанией до 2011 года, еще до назначения в мэрию Уфы. И, в общем-то, выяснилось, что при продаже этой компании, я насколько понимаю, он вот этот налог не заплатил. Ну, такая какая-то, по-моему, достаточно типичная ситуация, связанная с налогами. Ну, такая, да, каким-то громким коррупционным разоблачением здесь, разумеется, не пахнет. Что касается обстоятельств, очевидности, ну, на поверхности, да, вроде как, все очевидно. Но, опять-таки, мы ориентируемся по той информации, которую средства массовой информации представляют. Трудно какие-либо выводы делать, оценки какие-то давать. Ну, а вообще, вот из вашей практики, вот эти дела, связанные с налогами, они чаще всего как заканчиваются? И долго ли их расследуют? И вообще, каким образом это все расследуется? Если вот в деле Хасанова там, понятно, задержали, да, с чемоданом денег, то здесь как? Да, в общем-то, налоговое преступление, это тоже преступление, и расследуются они так же. Что касается сроков, ну, по-разному бывает, опять-таки, в зависимости от сложности. А то, что это вице-мэр, как-то, на ваш взгляд, будет наоборот процесс ускорять или тормозить? Можно, конечно, предположить, что определенный административный ресурс, да, что... Учитывая, что это не первый раз, да, когда правоохранительные органы пытаются предъявить претензии ему. Господин Филиппов у нас не впервые фигурирует в поле зрения правоохранительных органов. Ну, посмотрим, посмотрим. А какое наказание вообще по уголовным, прошу прощения, по налоговым делам сегодня предусматривают? И чаще всего какое выносят? Ну, налоговое преступление такого плана, как рассматриваемое, я думаю, боюсь соврать. Ну, скорее всего, здесь штрафные санкции. А, то есть... Судимости штрафные санкции, да. То есть это даже не заключение? Не, ну, с реальным лишением свободы вряд ли здесь связано будет наказание. Ну, наверное, в дальнейшем он не сможет занимать этот пост. Ну, разумеется, да, то есть ограничение. Но Александр Филиппов фигурирует в еще одном деле, которое касается программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Там достаточно интересная история. Сначала дело было возбуждено следственными органами, прошли обыски, в том числе, как говорят, и дома, и в рабочих кабинетах. Даже там кинологи были с собаками. В общем, изъяли документацию. А потом... Причем возбудили дело, я так понимаю, по факту, да, и не указывали, какие именно чиновники фигурируют. Но так как Александр Филиппов отвечает, собственно, за это направление в работе администрации, то понятно, что он фигурантом дела является. А потом вдруг выясняется, что прокуратура постановление о возбуждении дела остановила. Насколько часто это происходит? Насколько это вообще, ну, такая обычная процедура? Когда выносится постановление о возбуждении дела, а прокуратура считает, что ее там недостаточно оснований и отменяет его. Ну, прокурор, будучи надзорным органом, прокурор в течение 24 часов получает постановление о возбуждении уголовного дела и в течение 24 часов имеет право его отменить, если увидит там какие-либо, усмотрит нарушения. Ну, мы же понимаем, что правоохранительные органы, они работают зачастую каким-то таким единым организмом и наверняка они как-то там договариваются. Ну, вы сами начали с того, что один миллиард. Да, миллиард там фигурируют. Здесь любой, наверное, единый орган может трещину дать. Вот. Тема действительно очень интересная. Вот вы часто спрашиваете, вы подмечаете, что очевидно. Действительно, вот здесь вот по факту, говорите, было возбуждение в отношении конкретных должностных лиц, да? Хотя, казалось бы, все очевидно. То есть все действия, которые были совершены здесь, они имеют след, да? То есть все чиновники, имеющие должностные лица, имеющие к этому отношение, без труда можно установить. Я предположила... Они подписывают документы, да? Все эти документы есть, то есть здесь круг подозреваемых, он очень узкий. Я просто предположила, что раз там речь идет о периоде в несколько лет, то, может быть, он очень такой широкий, этот круг было трудно установить. Документы же, надеюсь, не сгорели, не пропали. То есть все документы имеются, и из них видно, кто их подписывал, то есть кто давал указания, распоряжения, кто принимал эти решения. Угу. Ну вот вы работаете в этом городе достаточно давно, и давно взаимодействуете с прокуратурой. Это для нее логичное такое поведение, отменять постановление о возбуждении дела? Как бы это помягче выразиться. Вы знаете, логики их действий вообще трудно поддаются. Тем более вот в таких делах, когда громкие коррупционные скандалы, когда очень высокопоставленные лица задействованы, всего что угодно ожидать можно. Ну, там МВД и РФ еще тоже, я так понимаю, заинтересованы. По крайней мере, была такая информация, что они на стороне следственных органов. Если мы говорим о неком таком, предполагаем некий конфликт между ними, да, и говорим, что одни на одной стороне, другие на другом. Мне, кстати, нравился заголок, по-моему, это было на коммерсанте, что прокуратура заступилась за мэрию, или как-то так там звучало. Как вам кажется, какие перспективы у всей этой истории? Ну, насколько я понимаю, постановление о возбуждении уголовного дела было отменено на основании каких-то формальных процессуальных нарушений, да? То есть, ну, и возвращено обратно в следственный орган, но, я так понимаю, сейчас, наверное, все эти моменты будут устранены и вновь возбудят уголовное дело. Ну, а прокуратура ведь может снова отменить? Ну, вот если снова и снова будет отменено, ну, тогда здесь уже действительно какие-то вопросы к прокуратуре должны будут быть. У кого? Ну, у того же следственного органа. Ну, а что следственный орган может? Ну, допустим, у населения много вопросов, только, к сожалению, нечасто мы на них слышим ответа. А следственный орган что-то может сделать в этой ситуации? Как-то противодействовать, да, так скажем, прокуратуре, если она будет отменять постановление? орган также может обжаловать это решение. И там уже будет, кто, суд принимать решение, законно это было или нет. Ну да, посмотрим, как будут развиваться события. Но и на этом уголовные дела, связанные с администрацией, не заканчиваются. Хотя уже сколько мы говорим с вами в эфире, все-таки есть еще одно, которое бы я хотела с вами обсудить. Это иск, который подавал, ну, можно сказать, наверное, ваш коллега, он руководитель судебного агентства Айдар Малануров. Фон, иск этот касался некачественной уборки снега. И вот здесь, во-первых, дело очень быстро рассмотрели, насколько я понимаю. А во-вторых, суд встал на сторону населения, так скажем. Да, истца. И, в общем-то, всех горожан, наверное. Насколько это для вас неожиданное или наоборот ожидаемое решение? Нет, скорее ожидаемое. Такое показательное решение. Действительно, нужно было порядок наводить, пора уже, да, все мы, вот, жители Уфы, пережили, слава богу, вот этот коллапс снежный, вот этот ужас, который творился. Ну, как пережили? Не знаю, снега еще много. Ну, дай бог, что таких уранов уже не будет. Но то, что мы пережили в этом году, ну, на моей памяти, такого не было. Именно не то, что снегопадов таких не было, а такого безобразного отношения нашего муниципалитета ко всему происходящему, да, к уборке в частности. Вот, поэтому решение, еще раз говорю, весьма такое показательное, правильное, своевременное. Ну, вот мы всегда говорим, что у нас суды независимые, требуем, точнее, наоборот, зависимые, требуем независимых судей. А здесь вот смотрите, не побоялись, получается, пойти против администрации? Ну, во-первых, общественный накал очень сильный был. Во-вторых, привлекать к ответственности администрацию, должностных лиц администрации, это не в целом как-то противоречит государственной политике, да, и направлению. Но я там только понимаю, что, в общем-то, администрации-то ничего и никаких санкций и не будет в связи с этим иском. Потому что господин Молонуров не требовал никаких денежных там компенсаций, никого уволить. Ну, по сути, да, мы все теперь понимаем, что, в общем-то, наверное, администрация была не права. Правда, там еще апелляция будет, они заявили ведь, что обжалуют. Ну, как бы и все ведь получается. Ну, все-таки, дисциплинарная ответственность-то должна быть. Как без дисциплинарной ответственности-то? Лица ответственные за уборку снега. Ну, это уже если сама администрация внутри решит кого-то наказать, наверное, так и будет. Или это суд вправе потребовать? Так, мне вот сейчас интересно. Суд признал бездействие или как раз... Бездействие незаконным. Бездействие чьего конкретно должностных лиц администрации, он же не мог самой администрации, или все-таки должностных лиц? Я, насколько понимаю, просто вот администрация. По крайней мере, так это проходило. Ну, вот в компетенцию каких должностных лиц это входило, они должны нести дисциплинарную ответственность. А тогда, когда еще, собственно, стало известно решение по этому делу, стали много говорить о том, что, по сути, любой горожанин может подать иск к администрации. Это так? Вот сегодня позволяет закон это сделать? Подать может любой, просто нужно понимать, подавая иск, то есть, если берем дорогу, в чем видение, например, находится уборка дороги. Не все же у нас территории относятся к компетенции муниципалитета. Что-то к управляющим компаниям, что-то еще в частных владениях, да? То есть, нужно установить сначала, кто ответственен за ту или иную территорию. Мы сейчас прервемся на московские новости. Артур Галямов, юрист, сегодня персонально ваш. Можно присылать вопросы на номер «Персонально ваш». Продолжается «Персонально ваш» на их Москвы в офе. Сегодня персонально ваш юрист Артур Галямов. Можно присылать вопросы по номеру «Плюс семь, девять, два, семь, триста четыре, десять, пятьдесят один». До перерыва на московские новости мы с вами начали говорить про иск к администрации города, касающийся уборки снега. иск, который власти проиграли. И вот вы сказали, что в принципе, да, любой житель Уфы, насколько я понимаю, может подать иск к властям. Главное знать, кто за что ответственен. А вот если бы сейчас все начали массово подавать иски к властям касательно уборки снега, это бы к чему привело, как вам кажется? К чему? Во-первых, наверняка к выигрышу этих дел. Ну, во-вторых, еще больше бы, наверное, все-таки склонили бы нашу администрацию, чтобы она, в конце концов, порядок наводить начала в этой области. Ну, значит, это, в принципе, эффективный такой метод. Конечно. А вообще, сегодня обращаться в суды, по-вашему, это вот эффективный метод отстаивания своих прав? Я читала достаточно много исследований на тему того, что представляет собой сегодня судебная система, и многие специалисты отмечают, что судьи загружены сегодня очень сильно, что, в общем, тот норматив дел, который у них есть, это неправильно. Они просто не успевают по существу все рассматривать. Ну, тут много факторов. И загруженность, и действительно, в первую очередь, наверное, все-таки необходимость реформирования нашей судебной системы в целом. А каким вы видите путь эта реформирования? То, как она работает, это мало кого устраивает на сегодняшний день. И так не должно быть. А как должно быть? Институт суда всецело нужно реформировать полностью, полностью. Первонаперво нужно, раз уж и заговорили на эту тему, убрать должность председателей судов. Как бесполезную? Распределять дела между судьями, наверное, это как-то и автоматизировать можно, и как-то судебный департамент может этим заниматься. Само по себе наличие председателя суда, который председательствует, уже у нас не вписывается в концепцию независимости судьи. То есть уже какая-то зависимость прослеживается. То есть это в первую очередь, это один из примеров на тот вопрос, который вы задали. Ну а так в целом полностью нужно, разумеется, все в корне менять. Но действительно суды, на ваш взгляд, сегодняшний загруженный. Если да, почему это происходит? Мало денег выделяют на эту сферу, или специалистов не хватает? Нет, и обращений на самом деле очень много в действительности. Это что говорит о сознательности наших граждан, которые вдруг поняли, что таким способом можно свои права отстоять? Кто-то, может, из сознательности, кто-то из иных соображений, но тем не менее мы видим, что да, на сегодняшний день суды очень загружены обращениями. Это тенденция последних лет? Да, это последние несколько лет. Ну вот, раз про тенденции заговорили, тут многие многие фиксируют какие-то признаки оттепели, так называемые, и приводят в пример помилование, например, Оксаны Севастиди, которая была осуждена за СМС-ку, освобождение Эльдара Дадина, Евгения Чудновец. Да, Дадина, правда, сегодня снова задержали, сообщили нам СМИ, но потом отпустили. Вы действительно видите какие-то позитивные тенденции, или не позитивные? Вот что такое замечаете? О чем сегодня? Сами по себе тенденции позитивные, но, на мой взгляд, они связаны с другими процессами. С какими? Ну, во-первых, это 18-й год, не так уж далеко осталось до выборов президента. Ну и второй момент, это у нас на сегодняшний день гайки уже настолько закрутили, что уже настолько критичная масса скопилась, что это все может спружинить рано или поздно, и надо, наверное, немножко уже расслаблять тоже пора, стравливать давление вот это накопившееся. Вопрос, конечно, как чувствуют себя в этой ситуации судьи, которые вроде как, наверное, я могу предположить, сначала как-то получали некую установку выносить обвинительные приговоры таким людям, там, как Дадин, как Чудновец, как Оксана Севастиния, а потом вдруг они оказываются в положении, что все, что они делали, было в корне неверно. Ну, в какой-то мере, это, наверное, кара их настигла. Ну, конечно, о какой тогда независимости судьи мы сегодня говорим, если они должны подчиняться неким тенденциям политическим. В общем, эфемерное представление по теме. Совершенно верно, конечно. То есть это тема о судебной системе, это вообще эфира не хватит ее обсуждать, проблем много, тема наболевшая. Давайте поговорим, вернемся к теме уголовных дел, связанных с земельными отношениями, со строительством. Вот, да, мы говорили уже, да, про дело, касающееся администрации. Я хочу у вас спросить по поводу дирекции капитального строительства фонда жилищного строительства республики. Мы уже здесь неоднократно разбирали из эфира в эфир, и я так понимаю, что сейчас там какой-то сдвиг наметился. Уже после суда пошли какие-то там процессы. Ну, давайте, наверное, стоит сначала напомнить. Дирекция капитального строительства общества с ограниченной ответственностью, это предприятие с государственным участием, 49%, принадлежит ГУП фонда жилищного строительства республики Башкортостан. До недавнего времени это было крупнейшее строительное предприятие региона. Предприятие прибыльное было, практически самым крупным игроком на рынке строительства являлось. И вот в 15-м году стало известно, что оно не может рассчитываться по своим обязательствам. Начались судебные процессы, впоследствии было признано несостоятельным банкротом. В настоящее время ведется процедура конкурсного производства. Я так понимаю, что вот вы, как юрист, и ваш коллега... Имеем непосредственное отношение, да. Мы представляем кредиторов данного предприятия-должника. Которые сомневаются в том, что это банкротство было каким-то естественным. Да, все мы сомневаемся в естественной природе этого банкротства. Весьма давно уже пытались привлечь внимание правоохранительных органов к этой ситуации. Всячески увиливали они от этого. Но вот сейчас вроде как с мертвой точки дело сдвинулось. Сразу два ведомства у нас доследственную проверку начали. Это Ленинский межрайонный следственный комитет выделил один эпизод по своей подследственности фальсификации государственных реестров. И в ОВД по городу Уфа сейчас по большому заявлению кредиторов идет доследственная проверка, в частности, по преднамеренному банкротству. Действительно, имелись с самого начала очевидные признаки, что требуется проводить серьезную доследственную проверку. Однако же в правоохранительных органах понимания не находили. По различным основаниям из органа в орган заявления перенаправлялись в следственный комитет, в МВД, в МВД в следственный комитет и так далее. Не могли с последствиями разобраться, то есть друг на друга пеняли. Были на приеме у нового руководителя следственного комитета, у Житинева. Обращались в МВД России. И вот после всех этих действий сейчас уже началась доследственная проверка. И вроде как она все шансы имеет перерасти, тоже перерасти в возбуждение уголовных дел. Ну, я так понимаю, что еще там спусковым крючком стало все-таки судебное, да, уже решение? Судебное решение... Да, действительно, мы вот говорим о преднамеренном банкротстве. По мнению всех кредиторов, все-таки инициатором банкротства явился ГУП фон жилищного строительства. В 2015 году трагически погиб руководитель предприятия и владелец 10% доли Алексей Баталов. В этот же день ГУП фон жилищного строительства незаконно провел собрание участников, назначил директором своего человека незаконно. Этот человек, придя, заступив на должность директора, значит, стал совершать действия, которые благоприятно сказывались именно на неплатежеспособности предприятия, то есть усугублял неплатежеспособность предприятия. В дальнейшем этот человек принял участие в формировании крупной задолженности в пользу ГУП фон жилищного строительства. Порядка 300 миллионов рублей, из которых ГУП фон жилищного строительства включился впоследствии в реестр кредиторов, с самой крупной суммой долга, соответственно, с решающим правом голоса, проголосовал за введение процедуры конкурсного производства, которая была введена арбитражным судом. Почему я говорю незаконно? Потому что как раз вот это обстоятельство назначения директора нами наконец-то через суд признано незаконным. Теперь уже можно смело об этом говорить. надеемся, что теперь уже не требуется, что еще нужно для того, чтобы следственные органы начали серьезно этим заниматься. А как там сейчас ситуация с долгами обстоит? Ну, с долгами худо-бедно, с кредиторами, чья задолженность относится к текущим платежам, рассчитывается, скорее всего, рассчитается. Но что касается кредиторов, которые в реестре стоят, четвертой, пятой очереди, ну, если все пойдет и дальше так, то шансов удовлетворить, там, и малую долю своих требований у них нет. И все это понимают прекрасно. Я так понимаю, что там строители, которые себя считают обманутыми, чуть ли там не в движении кого-то объединились. Да, общественное движение, союз кредиторов, действительно, вот это банкротство, оно же очень больно по всей отрасли ударило. Вот эти вот средние, малые строительные предприятия, да, многие из них сами сейчас на грани банкротства находятся. Многие прошли через то, что из-за всего этого своим работникам зарплату нечем было платить, со своими подрядчиками нечем было рассчитываться. Некоторые уже вообще прекратили деятельность там в такси, частным извозом подрабатывать. То есть это не просто банкротство. Таким образом, по сути, экономика региона разрушается вот такими делами. То есть сейчас вы ждете решения, которые примут правоохранительные органы по результатам проверок? Ну, решение здесь одно. Здесь нужно быстрее возбуждать уголовное дело и уже в ходе его расследования устанавливать всех виновных и собирать доказательства и степень участия каждого. Главное, что прокуратура потом его не отменяет. Совершенно верно. Ну, будем следить за развитием событий. Я, кстати, напомню, номер для смс-сообщений. Можно задавать вопросы юристу Артуру Галямову. Сегодня он персонально ваш. Номер плюс семь, девять, два, семь, триста четыре, десять, пятьдесят один. Ну, вот к другим темам хочу перейти. Например, к такому подсчету, которое провела газета РУ по УДО. Выяснилось, что, в общем-то, каждый второй заключенный, который просил об условно-досрочном освобождении в 2016 году, получил отказ. Каждый второй. Вот почему это происходит, на ваш взгляд? Ну, во-первых, чтобы освободиться условно-досрочно, нужно иметь, не иметь, вернее, взысканий, да? И как раз у нас, если дела политизированы, то вот как вот с братом Навального происходит, да, он злостный нарушитель режима, то есть очень сильно манипулирует с этим. То есть за, там, условно накрылым ноги одеялом? Да, поэтому, возможно, вот в этой одной-второй как раз может быть с этим связано. Ну, и основной такой момент, что одним из оснований для, теперь уже, оснований для условно-досрочного освобождения является возмещение возмещения ущерба, причиненного преступлением. Это какие-то большие суммы? Ну, насколько... Эта сумма установлена судом. То есть сколько судом признано, что в результате причинения, какой ущерб был причинен, эта сумма должна быть к моменту подачи прошения об условно-досрочном освобождении, должна быть выплачена. А, кстати, по поводу вот этих компенсаций, была недавно информация, что ЕСПЧ обязал России выплатить очень большую сумму, там речь идет о сумме более 100 тысяч евро компенсации. Это в последнее время как-то много стало новостей. Ну, у нас конституционный суд сказал же по этому поводу. Что, в общем, не обязан, да? Конечно. Ничего. Хоть как конвейер штампуйте, говорит, решение. Мы сами решим здесь исполнять, не исполнять. Это вообще законно? Ну, если конституционный суд так сказал, то... А вообще вот то, что конституционный суд говорит, по сути... Ну, конечно же, это противоречит всем нормам международного права и тем соглашениям, конвенциям, которые подписаны и действуют. По поводу ЕСПЧ, у меня еще такой к вам вопрос. Здесь в Уфе активисты московские ЛГБТ-движения подавали заявку на проведение гей-парада. И подавали они, на самом деле, фактически во всех крупных городах России и везде, ну, логично, да, получили отказ. Подали потом апелляцию в Верховный суд и тоже, как бы, проиграли ожидаемо. Я так понимаю, что они теперь намерены дальше идти и дойти до Европейского суда по правам человека. Каким вы видите развитие этой истории? Какие у них шансы? И что, собственно, будет каким региональным и муниципальным властям, которые принимали решение об отказе в случае, если они выиграют этот иск? Ну, во-первых, вот не очень понятно. Гей-парад, да, вот традиционно все называют гей-парад. Это что за вот форма публичного мероприятия? Это действительно демонстрация, вот шествие некое? Предполагалось, что это будет шествие, да. Ну, здесь, наверное, множество формальных таких причин было, на основании которых отказать можно. Да, что маршрут прилегает через общественные какие-то организации, детские. Ну, помимо этого, это же нужно и безопасность обеспечивать, да, движение где-то, может быть, перекрывать, то есть какие-то неудобства есть, то есть в этом ключе надо рассматривать. А что касается, если бы заявили, может быть, там, в форме пикетов, не знаю, митингов, но, наверное, где-нибудь, может быть, в каком-нибудь городе, в каком-нибудь специально отведенном гайд-парке для этого места, может быть, и разрешили бы им. Не знаю таких прецедентов, честно говоря. У нас их в городе вот сколько там, парк Волна, да, химик ДК, дворец спорта, хотя там никогда не проведешь, потому что там постоянно функционирующая ярмарка, и напротив дома профсоюзов, по-моему, у нас. А, в Деме еще есть у нас. У нас сегодня наказывают, когда люди выходят со своей жизнью, за безопасность своих жизней бороться, просто сход граждан собирают во дворе, а тут гей-парад. И не видят в это же время, как Нот у нас митингует, да? Да. Не замечают. Что касается ЕСПЧ... Это признаки оттепели. Ну да. Что касается обжалования в ЕСПЧ, ну, предполагаю, что да, шансы хорошие. То есть, зная практику их, думаю, что да, все-таки признают незаконными все эти отказы. Но, опять-таки, исполнять, не исполнять, мы уже разговаривали. Ага. То есть, мы можем просто решить не исполнять их, и все. А вот в таком случае, тем, кто принимал решение об отказе, им что, загрозит? Да, думаю, ничего никому за это не грозит. Ну, а должно грозить, по идее? Ну, до юра. По решению ЕСПЧ? Да, по решению ЕСПЧ. Нет, думаю, никому ничего здесь, как всегда, у нас не будет. Угу. А смотрели ли вы, Артур, фильм расследования ФБК Алексея Навального про премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева? Да, с большим интересом я смотрел этот фильм, и не раз. Угу. Как вам, как юристу, показалось убедительным представленные там доводы? Ну, мне не то, что кажется, я уверен, что те доводы, которые там имеются, ну, их вполне достаточно для того, чтобы правоохранительные органы провели по ним проверку. Ну, и думаете, проведут? Думаю, к сожалению, нет, но должны бы. Куда уж больше-то. То есть именно они уже должны дать ответ на вопрос, то есть, соответствуют они действительности или нет. Теперь у нас либо Медведев-коррупционер, либо все-таки Навальный-клеветник. Ну, это, конечно, произойдет в случае, если кто-то к ним обратится. Сами-то они вряд ли будут реагировать. Ну, как, у нас Навальный все-таки личность публичная, такая в широких массах известная, да, он... Ну, для прокуратуры это, наверное, не имеет значения. Публично выложил сообщение о совершенном коррупционном... о коррупции, да. В принципе, известен автор этого фильма. Оно не анонимное. Все предпосылки есть для того, чтобы проводить проверку, серьезную проверку. И в нормальной, цивилизованной, демократической стране так оно и было бы. Ну, вот Навальный заявляет, что то расследование, которое провел ФБК, по сути, может любой гражданин России провести. Вам кажется, действительно, вот все эти данные, которые они там озвучивают, это все так легко найти? Ну, по большому счету, да, но не соглашусь только в том, что это весьма трудоемкий процесс, очень время занимающий работу с ресурсами различными. Только это. Еще у меня такой к вам вопрос, тоже касается законодательства и наших руководящих органов. Тут президент высказался по поводу так называемых групп смерти, да, о которых очень много говорят в последнее время. И он поддержал законопроект об уголовном наказании за пропаганду суицида в интернете. Вы поддерживаете такую инициативу? Ну, как отец, как родители я тоже обеспокоен этой темой. Действительно, это очень страшно, когда дети подвергаются какому-либо воздействию. Но, опять-таки, знаю, в каком государстве мы живем, да, как все это будет работать. То есть, как это все будет выглядеть, как весь этот механизм будет работать. У нас же есть уже, да, статья о доведении до самоубийства? Да, сама по себе она есть. Но я так понимаю, что здесь речь идет о том, чтобы увеличить сроки наказания как-то по этой статье или расширить ее. Там речь идет именно о поправках в уголовный кодекс? Да, да. Или все-таки о каких-то механизмах борьбы? О поправках в уголовный кодекс, да. О поправках в уголовный кодекс. Вот я могу даже сейчас зачитать введение в уголовный кодекс новой статьи склонения к совершению самоубийства или содействия к совершению самоубийства. Но это, по-моему, это же то же самое, что доведение до самоубийства нет в принципе в общем-то да но я же говорю опять-таки как это потом все будет применяться вот это вот больше здесь интересно и волнует а какие вы здесь видите подводные камни даже любят штамповать пачками эти законы а потом всех подряд то есть под них уже подводить особенно когда речь идет о деятельности в интернете да совершенно верно когда это касается интернета ну и еще один последний вопрос сегодняшней нашей программе он касается тоже нашумевшего законопроекта о декриминализации побоев вот у вас какое мнение по этому поводу уже в эфире эхо звучало много различных мнений кто-то говорит что это вот как раз нацелено на тренд гуманизации кто-то говорит что это там ущемляет права женщин например которые чаще всего подвергаются побоям в семье знаете мне трудно ну как как юрист это позитивно воспринимаете такую вот такое предложение вообще дикой декриминализация она сама по себе позитивно вот посмотрим посмотрим как как все это будет будет все это работать да как статистика покажет я кстати увидела евгений розман мэр екатеринбурга публиковал свои какие-то почеты статистику и у него там получалось что больше стало в общем то каких-то примеров домашнего насилия ну действительно посмотрим чем это все закончится очень хочется надеяться что декриминализация действительно достигнет своей цели какой-то да гуманизации законодательства и в общем то не будет больше случаев насилия спасибо большое это была программа персональный ваш на их москвы в уфе персональный ваш сегодня был юрист артур голямов спасибо что пришли всего доброго до свидания украстью 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 украстью